Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 24 декабря, день Никона. Почитают память преподобного Никона Сухого Печорского. Придя в Печорский монастырь, он предал разум свой и всего себя в послушании Христу и стал опытным иноком. Во время нашествия Половцев в 1096 году был взят в плен. Его хотели выкупить. Он отказался. Половцы, не получив за него выкуп, три года его мучили, чтобы он выкупил себя. Никон лишь благодарил Господа и непрестанно молился. И Христос даром освободил его из их рук, перенеся в Печорский монастырь. В этот день наши предки разжигали косты, чтобы прославить солнце. Сегодня молились святому Никону и просили отогнать нечистую силу. Ее они представляли в виде метели, которая может заморозить. Отсюда и появилась пословица. На Никона стоят у икон. Спать ложились пораньше. Зажигали лампады и призывали солнце побыстрее прийти на землю. Считалось, что так можно спастись от ведьм, которые летают на метлах и вызывают метели. Верили в то, что в летающем сегодня снеге находится злой дух. Ему холодно и он пытается погреться у очага. Поэтому у порога клали топор острием к двери, чтобы нечисть не проникла в дом. Приметы. Солнце на небе видно с отцветами по бокам, это к морозам. Если сегодня солнечные лучи идут вверх, это к морозам без ветра. Если они идут вниз, это к метели. Горшки через край кипят к облачной погоде. Если сегодня к вечеру стаи ворон с места на место летают и не находят ночлега, ожидая бури. Если сегодня несколько белок в одно дупло собирается, сильным морозом. И еще один вопрос про голодание. Переходим на выход. Значит, какая реакция должна быть у человека в наблюдениях за своим туалетом? То есть, был туалет, не был туалета, начинаются страдания или нет? То есть, настройте. Хорошо. В течение суток может быть никакого у вас туалета и это будет нормально. Может быть, как обычно, вы сходите в туалет. И это тоже хорошо. Это нормально. В течение трех суток может быть такой, что нет туалета? В течение трех суток, да, может быть, что сначала вы сходили в туалет, а второй, третий день там не сходили. Это тоже нормально. Но здесь, если вы, можно говорить, приверженность очищения организма, вы можете сделать очистительную клизму в второй день и очистительную клизму в третий день. Это очень хорошая вообще процедура И не помешает Вы будете чувствовать себя гораздо легче Хорошо, обычная Обычная, да Без ромашек Да, вот здесь смотрите Если вы делаете очистительную клизму Она может быть только на 2 литра Столовая ложка соли Потому что если что-то будет Лимонный сок Или еще что-то Ромашка То организм начнет Питаться через прямую кишку Через толстый кишечник А это нам не надо Нам надо, чтобы запустились Вот эти вот оздоровительные механизмы Все ясно И обязательно с солью На 2 литра Потому что соль будет натягивать шлаки на себя И удалять Если вы просто в воду Она может всосаться И вместе шлаки всосаться Ложка на литр Да, ложка на 2 литра воды Так, все понятно И теперь наступает то самое утро Когда мы выходим Когда мы выходим из голодов То есть мы как раз с вами отголодали Значит такой салат Суточное голодание Допустим провели Все Будем говорить, как бы сказать Там у нас почистилось Что-то смягчилось Вот на чем лучше всего выходить Смотрите Один из вариантов На кисломолоке Если мы с вами Кефир, ряженка Кефир, ряженка Когда ребеночек рождается Его желудочный и кишечный тракт Не подготовлен к перевариванию Какой бы то ни было пищи И первая молоко Первая пища, которую он ест Это молоко То есть молоко Как раз подготавливает Его желудочный и кишечный тракт На пищеварении Поэтому вы берете Кружечки И сколько? И сколько? Стаканчик Не больше А лучше грамм 150 Вот Наливайте Достаточно 150 граммов 150 граммов Раз Налили Очень хорошо И смотрите Что еще делает кисломолочная Кисломолочная Значит у нас Будет там Какая-то имеется микрофлора Она должна быть здоровой Да? И мы как раз кисломолочным Еще ее заселяем Дополнительно Но Важно, чтобы заработала у нас Печеночка Было желчное отделение А печеночка на что у нас реагирует? Печенка На мед? На мед Мед является Желчегонным продуктом Как и масло Но масло нам не надо А вот медок Как раз Чтобы мы сразу Восстановили все свои силы После голодания Да, легкими углеводами Нормализовали Микрофлору Которая у нас Имеется Вот И Выходим на кисломолочную И представляете Я вот раньше Там на соках выходил Там на отварах выходил Мне очень понравился Выход на кисломолочных продуктах То есть это завтрак Хорошо Это как раз Да, завтрак у нас будет После голоды Да Либо-либо Мы можем с вами Пока это не пьем Выйти на Каком-то соке Свежевыжатом Ну вот смотри Какая проблема Если это будет сок С фруктовыми кислотами Он может действовать на зубы И я помню Я вот Отголодал Там 18 суток У меня такой был Негативный опыт И я Выходил на апельсинах День-два Там А на третий день Глянул А зубы почернели Эмаль селась Фруктовые кислоты Седают эмаль Так вот Для того Чтобы не было Лучше всего Выходить на Не на фруктовых Каких-то соках А выходить На овощных соках И один наиболее Лучший сок Из всех Это морковь Если мы с вами Голодали Сутки То вы можете Сок морковный Не разбавлять Если вы голодали Трое суток То желательно Морковный сок Свежевыжатый Ну разбавить Ну допустим Чтобы было Две части морковного сока Одна часть воды Пьем Не спеша Да Это завтрак Или целый день Это завтрак Только завтрак И через какое-то время Допустим Когда появится аппетит Это можно там уже Сделать обед Пьем не спеша Смакуем во рту Чем хорош этот выход Смотрите Если этот У нас нормализует Работу желудочно-кишечного тракта Запускает Желчь И как бы Населяет его Полезные микрофоры То этот Если у вас имелись Какие-то там Допустим Ну будем говорить Ранки Воспаление Или еще что-то Он залечивает Где ранки На теле Или внутри Внутри В желудочно-кишечном тракте Там допустим Калит Допустим Гастрит Так вот Если мы этот Пьем сок Он нам залечивает Слизистую оболочку Морковный сок Еще будем говорить Убивает паразитов И Он запускает Также И Работу печени То есть Будет отделяться Лучше Значит Желчь Будет отделяться Лучше Значит Соки Которые идут С поджелудочной Железы То есть Хорошо запускается Пищеварительная система А после завтрака И обеда На следующий После Голодания День Что Едят? А вот На следующий День После Голодания В обед Вечером Да Аж на следующий Нет Вот мы вышли Вот утро Допустим Морковный сок Можно есть Обычную пищу Но лучше всего Лучше всего И вы почувствуете Это салатики Это тушеные овощи Это кашки Ясно Вот И аж на следующий День Уже можно начинать Питаться так Как вы привыкли Технически Мне все понятно Вот вход Пожалуйста Значит Либо Да Морковь с яблоком Либо Морковь с капустой За День До Голодания Суточного Суточного Или трехдневного Да Или трехдневного Вот выход Либо кефирчик С метком Либо Морковный сок Это понятно А у меня остался Один финальный вопрос Зачем Голодать Если вы Голодаете Это Профилактика Всех Ваших Заболеваний Которые У вас Как бы сказать С возрастом Начинают Накапливаться И образовываться Они еще Не проявились Тон Недомогания Все Недомогания И вот оно Потихонечку Наслаивается 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 И потом Возникает Какая-то Хроническая болезнь Если вы хотите Чтобы у вас Не было этого Голодайте Раз В две Недели В дни Экадаши Всего лишь Навсего Сутки И у вас Знаете Тот процесс Образования Болезни Который Как бы сказать Набирал И накапливался Он у вас Начнет Потихонечку Разружаться Какие дни Экадаши Дни Экадаши Это 11 лунные сутки И 26 То есть Раз В две Недели Пообщаешься с вами Действительно Поверишь Что голод Не тетка А родная мать Спасибо Мне все понятно 28 лунные сутки Ввиду того Что энергетика Этих лунных суток Очень благоприятна И гармонична Ее Олицетворяют С лотосом Сегодня Поддерживайте У себя Приподнято Возвышенное Настроение А чтобы Удержаться На волне Гармонии И благости Которую Несет этот день Контролируйте Свои эмоции Обязательно Сделайте Себе Праздничный Обед Из красивой Вкусной И легко Перевариваемой Пищи Не следует Сегодня Тяжело Физически Трудиться Все должно Идти Легко И радостно Доставлять Удовольствие И не нарушать Гармонии Окружающего Вас Мира Сегодня Снятся Вещие Сны Отнеститесь Ко всему Что вам Приснится Серьезно Ведь Сны Как говорили Древние Мудрецы Это послание Нам Из Будущего Благодарю За просмотр Если Вам Понравилось Видео Ставьте Лайк Звоните В колокольчик И подпишитесь На канал Ваше Участие Развивает Канал И способствует Его Продвижению Доброго Здоровица И до Новых Встреч Продолжение следует Продолжение следует